С-400, это одна из тех ракетных систем, которые вызывают наибольшее количество споров в мире. США вводят экономические санкции против стран просто за то, что те покупают эти зенитные ракетные системы, однако многие крупные страны мира продолжают приглядываться к ним, а Индия и Китай даже подписали соглашение на покупку этих систем у России в сентябре и в апреле 2018 года соответственно. Но что делает система С-400 такими востребованными сегодня? И чем они отличаются от более ранних систем С-300? Разработка С-300 началась в 1960-х годах, и эта система должна была стать продолжением множества более ранних ракетных систем класса Земля-воздух. Планировалось, что новая ракетная система заменит собой ракетные системы С-75, которые применялись против самолетов-разведчиков Ю-2 и которые были развернуты на Кубе и во Вьетнаме. Испытания новой ракетной системы прошли в 1970-х годах, и они поступили на вооружение уже в 1978 году. Основным достоинством С-300 по сравнению с более ранними системами стала такая ее характеристика, как многоканальность, то есть она могла использовать множество лучей наведения, чтобы направлять ракеты одновременно по нескольким различным целям. Более ранее система С-25 тоже была многоканальной, однако она также была чрезвычайно тяжелой, ее можно было устанавливать только на неподвижных платформах. Американская система СМД, которая позже превратилась в МИМ-104 «Патриот», стала первой ракетной системой класса Земля-воздух-наземного базирования с применением многоканальной технологии, она поступила на вооружение тремя годами позже, в 1981 году. Главным покупателем новой ракетной системы С-300 стали советские ПВО, они освоили первую версию С-300, С-300, все ракеты П были предназначены для войск ПВО, в системе С-300 была предусмотрена буксируемая пускозаряжающая установка и буксируемая радиолокационная система, для перемещения которых требовались тяжелые грузовики. В ней также была предусмотрена система управления огнем. Эта ракетная система отвечала задачам относительно стационарных ПВО, но все же не была идеальным решением. Советские военные наблюдали за использованием ракетных систем класса Земля-воздух во Вьетнаме и на Ближнем Востоке и пришли к выводу, что возможность более быстрой передислокации, это главный фактор для максимизации эффективности таких систем. Для того, чтобы подготовить к работе и начать использовать С-300, требовалось более часа, что было следствием особенностей ее радара и пусковых установок. Именно здесь и требовались усовершенствования. В первых С-300 использовались ракеты 5.55, дальность которых составляла примерно 75 километров. В результате С-300 приобрела ту форму, которую она имеет сейчас, ее установили на платформу тяжелого грузовика МАЗ-7910. Пускозаряжающая установка, радиолокационная система и система контроля огня тоже были установлены на эти грузовики. Дополнительное оборудование, такое как оборудование для устранения разницы между весом радиолокационной системы и пусковой установки, было помещено на более легкие грузовики. Эта система, которая теперь известна как С-300ПС, поступила на вооружение в 1982 году. Немного измененная версия этой системы, созданная специально на экспорт, получила название С-300, в ракетных системах ПС используются ракеты 5.55 и Р с дальностью в 90 километров. Пока разрабатывались системы С-300П, также шла разработка С-300Ф для флота и С-300Ф для наземных войск. С-300Ф разрабатывались специально для противостояния тактическим баллистическим ракетам, таким как Ланс и Першинг. Одной из ключевых черт С-300Ф стало то, что у этой системы было два варианта пускозаряжающей установки, пускозаряжающая установка с четырьмя ракетами меньшей дальности 9-83-75 километров и пускозаряжающая установка с двумя ракетами большей дальности 9-82-100 километров. Пускозаряжающая установка, радиолокационная система и система управления С-300Ф установлены на гусеничных шасси ради лучшей проходимости по сравнению с С-300ПС, С-300Ф была принята на вооружение в 1985 году. Далее начался процесс усовершенствования как С-300Ф, так и С-300П. Серия ракет С-300М появилась благодаря стремлению интегрировать способности С-300Ф перехватывать баллистические ракеты в серию ракет П. Экспортные версии С-300М называются С-300МУ, в результате дальнейшего усовершенствования С-300 появились системы С-400. Действительно, первые версии С-400 назывались С-300МУ-3, то есть были третьей усовершенствованной версии мобильного варианта С-300 для ПВО, когда эту систему впервые продемонстрировали на авиасалоне МАКС в 2007 году, многие отметили, что большинство систем внешне мало чем отличались от С-300МУ-2. Однако достижения в области ракетных и радиолокационных технологий сделали С-400 более совершенной по сравнению с более ранними ракетными системами. Новые радиолокационные установки в С-400 делают ее способной поражать практически все воздушные цели. Другим ключевым аспектом С-400 стала ее способность использовать четыре разных типа ракет с разным весом и возможностями, то есть эта система сама по себе способна выполнять значительную часть функции эшелонированной системы ПВО, таким образом, С-400 — это более гибкая система. Она может применять ракеты, которые использовались в более ранних версиях С-300. Новые ракеты для С-400 характеризуются дальностью в 240 километров против воздушных мишеней и представляют собой следующую ступень усовершенствования после С-300МУ-1 с дальностью в 150 километров и С-300МУ-2 с дальностью в 200 километров. Более новые ракеты, такие как С-40Н-6, характеризуются дальностью в 400 километров. Что можно сказать о С-400? В сущности, С-400 — это все еще относительно мобильная система, разработанная для сил ПВО, хотя по своим возможностям она существенно опережает более ранние версии и является более гибкой по сравнению с более ранними вариантами С-300, эволюция С-300 в более гибкую и мощную систему шла уже на этапе разработки различных вариантов С-300МУ, между тем российская армия продолжила совершенствовать С-300МУ, превратив ее в С-300МУ-4 и С-300МУ, в которой были использованы более современные ракетные и радиолокационные технологии, позволившие увеличить дальность действия. В ней также появилась новая пускозаряжающая установка со встроенной радиолокационной станцией и наведение ракет, что позволяет уменьшить количество средств перевозки. Хотя возможности С-400 могут показаться проявлением существенного скачка вперед, они появились в процессе медленной эволюции более ранних версий С-300. Многие из продвинутых характеристик, таких как перехват баллистических ракет, взаимозаменяемые модульные ракеты и многоканальность, присущие этой системе уже долгое время, и С-400 была создана с учетом уже имеющихся достоинств С-300, став гораздо более серьезной угрозой.